Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 35 лет, в разводе есть сын 8 лет. 7 месяцев назад встретила мужчину, но он из другого города. Он тоже в разводе, у него двое детей, 7 и 15 лет. Достаточно часто ездят к ним, помогают иногда и продуктами, например, ездят к врачам, приглашают к себе. Планируем, что я с сыном перееду в него город и попробуем пожить вместе, но теперь меня одолевает страх. Я головой понимаю, что ответственность за мою жизнь в виде ребенка лежит только на мне, но с другой стороны, люди и существа социальные, для меня семья это опора, поддержка и принятие. Теперь я боюсь, что уехав в другой город, останусь вообще одна. Мужчина, например, вечером будет ездить к своим детям делать уроки, к примеру, а я со своим сыном буду одна. Отец моего сына останется в другом городе, и я переживаю за сына, чтобы ему тоже хватало внимания мужского, к примеру, мужчины. Я понимаю, что мой новый мужчина не обязан любить моего сына, но я боюсь чувствовать себя одиноко в чужом городе, без близких и друзей. Они, конечно, будут, но не сразу. Боюсь, что будут злиться, ведь мне тоже захочется иногда поддержки и помощи. С другой стороны, я понимаю, что он хороший человек, раз так относится к детям и не бросает их. Как лучше в этом моменте выставить отношения и как побороть страх. В первую очередь, здесь нужно сказать, что вы в разводе, соответственно, развод это травма. И травма не осталась бесследно, ну, не могла не оставить следов в вашей психике, в том числе следов, которые могут проявляться вот в виде этих самых страхов. Поэтому работа с травмой развода вам здесь могла бы помочь прожить те чувства, которые у вас остались после развода и изменить свое отношение к этому. Следующий момент, это момент, касающийся того, что люди, по вашему утверждению, существа социальные. Мне кажется, что здесь вы пытаетесь оправдать и то, что вы нуждаетесь в другом человеке, вот, я бы сказал, несколько чрезмерно. И вы пытаетесь оправдать свою немножко жертвенную модель поведения. Вот, люди сочетают социальные в том смысле, что они, пожалуй, что должны или могут, если хотят, учитывать интересы других людей. Но тех, кого они сами выбирают, и так как они выбирают, не более того. Опора, поддержка и принятие могут даваться другими людьми, а могут не даваться. Вот, поэтому вам, в первую очередь, нужно обеспечить опору, поддержку и принятие самой себе. Это внутренняя гормония. С ее обретением также может помочь психолог. Вот, и заключается она в том, чтобы вы для себя определили вообще, а, как бы, что я хочу, да, на что я соглашаюсь, а на что нет. То есть, к примеру, вы говорите, что вот, у меня есть мужчина, и, значит, соответственно, я к этому мужчину переезжаю в город. Вот, хотите вы переезжать в город или нет? Большой вопрос. Переезжаете ли вы в город только для него? Или в этом городе у вас есть какие-то интересы еще? Насколько для вас приемлемо, что вы переезжаете в город к мужчине, а не он, например, к вам? Традиционно женщине переезжать сложнее, чем мужчине. Вот, это такой момент. Со всем этим вам нужно определиться, так и получается гармония в себе. И, соответственно, потребность в обязательной опоре поддержки принятия, конечно же, отпадает. Точнее, понижается. Понижается. Не отпадает, а понижается. Следующий момент. То, что для вас есть семья, то, что вы говорите, вот, что, значит, для меня семья это то-то-то, это хорошо. Но вы в разводе, значит, брак не сложился, значит, подобные направленности, подобные ценности привели к тому, что ваш брак создался. Нужно обязательно это учитывать, что ценности это ценности, но то, как вы их транслируете, как вы их реализуете, вполне вероятно, внешне выглядит как что-то деструктивное. Например, контроль, или, например, обидчивое, тревожное, капризное поведение. Может быть, и что-то еще. Может быть, я не прав. Поэтому тоже очень важно обратить в вашу лад. Внимание, чтобы вы сами увидели здесь связь. Связь это есть, ее необходимо выявить и, ну, как бы, решить, что с ней делать. Следующий момент. Следующий момент. Касается того, что вы как будто бы испытываете трудности с тем, чтобы выражать свои чувства. То есть вы говорите, там, вдруг я буду что-то чувствовать, вдруг я буду что-то испытывать так, как будто у вас вообще нет возможности об этом человеку сказать. Как будто бы вы отрицаете для себя возможность человеку об этом сказать. Но извините, о своих чувствах можно и нужно говорить. Да, здесь важна форма. То, как вы об этом говорите, это правда. Форма важна. Но говорить вам о ваших чувствах никто не запрещает. И говорить вам о ваших чувствах никто не может запретить. Вы же транслируете такую мысль, по крайней мере, по моим ощущениям, что о своих чувствах я говорить право не имею. И вот это несколько, конечно, так скажем, настораживает. То есть это говорит о том, что, ну, возможно, у вас есть проблема какая-то с уверенностью в себе и с самооценкой. Вот, либо вы считаете, что ваши чувства, ну, они там, условно говоря, да, не так важны, да, и вот как-то вот вы, значит, останетесь с ними наедине, например. А дальше, если мы говорим про одиночество, то в первую очередь мы должны сказать о том, что это не принятие себя. Мы должны в первую очередь сказать об этом, что одиночество – это сильное непринятие себя. И, соответственно, ваша задача увидеть, а что же я себе не принимаю. Это ваша задача. Понимаете, да? Которую необходимо реализовать. Вот. Ну, с, допустим, например, психологом. Это нужно реализовать. Или вам самой можно постараться увидеть, что такого вы себе не принимаете. Вот. Что такого вы себе подавляете. А в целом, в целом, я бы как-то, наверное, сказал бы здесь, что вы блокируете в себе проявление каких-то чувств. Вот. Я бы так сказал, наверное. И, на мой взгляд, вам, вы вот, не разрешаете себе эти чувства. И отсюда возникает вот ну, такие аспекты не самые, получается, там, приятные. Вот. Если вы себе их разрешите, вот, если вы себе их позволите, то вполне возможно, что, опять же, вот такого одиночества или вот такой какой-то слабости, ну, вот, своей собственной, личной, вы будете чувствовать меньше. Что касается вашего сына, то сын ваш может общаться с папой, так как общался, папа может приезжать, он может приезжать. А вот, и тут, на мой взгляд, проблем нет, это исключительно ваше тревожность. Или какой-то, или какая-то, может быть, даже вина. Вот. Ну, то есть, именно, вот, какое-то чувство вины может присутствовать. Поэтому тут тоже нужно, нужно посмотреть этот момент, тоже нужно его поисследовать, и как-то, вот, вина не самый лучший советчик для поведения, особенно где-то. Вот. То есть, вполне возможно, что тут тоже есть некоторые аспекты, по типу того, что вы, например, требуете от себя быть идеальной мамой или хорошей мамой, а может быть какие-то еще есть моменты, о которых, ну, на мой взгляд, прямо с человеком говорить, ну, было бы, пожалуй, не совсем этично. Вот. На этом все. Я надеюсь, что вам это было, вам это было интересное, надеюсь, что вам это было полезно. благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать работу над собой и позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Обращайтесь.